Музей Национального банка Абхазии регулярно проводит экскурсии для школьников. Они почти такие же, как и для взрослых, но чуть более интерактивные и увлекательные. Дети узнают об истории денежного обращения, возможно, впервые задумываются о природе и значении денег. Вы кто-нибудь из вас когда-нибудь играл в магазин? Да. И чем вы расплачивались? Листья. Вот так же было и в древнем мире. Детские экскурсии в нашем музее проходят со дня основания нашего музея. Очень многие школы обращаются к нам, приводят своих детей, и мы проводим экскурсии для них. Мы стараемся разделять классы на несколько групп. Как правило, это по 7-8 человек, потому что когда большая группа, детям очень сложно сосредоточиться. Папа Соломона Пилия увлекается нумизматикой. У него большая коллекция монет. Интересы родителей дети перенимают неосознанно и порой даже превосходят старших в любви к предмету. В музей Национального банка Соломон пришел второй раз. Почему на этих монетах, на самых первых, не написано год их в этом году? Ну смотри, первый год изготовления монет мы увидим только на арабских монетах, кухнических. До этого даты не стали, потому что до этого, вот видишь, скажем, в Риме, да, самое главное, это был пострадок императора. Нам рассказывали, из чего сделана монета, из какого металла, почему с самого начала делали драгоценные монеты, а в конце это уже перестали делать. Можно узнать их год, когда изготовление, какой человек их изготовил. Можно узнать императоров разных, которые видели, как это делается, и они скрывали и показывали себя только монетой. Случается, что однажды побывав в музее Национального банка с классом или друзьями, дети начинают интересоваться коллекционированием. Находят старые монеты в гостях у бабушек и дедушек, интересуются их историей и так познают мир. Как, например, одноклассники, ученики второй школы, Нестер Сыроежка и Каролина Кварчия. Как ты предполагаешь, почему она разрезана пополам? Ну, чтобы так много монет не тратить, чтобы деньги не тратить много. Так, наверное, делили. Да, в принципе, ты права. Например, если товар намного дешевле, чем стоимость этой монеты, то можно было поделить монету и расплатиться. Я недавно начала собирать монеты. Вот моя самая большая и старинная монета. У моей бабушки в кошельке лежали некоторые монеты. Ну, тут есть одна такая монета, советская, 50 копеек. У меня есть еще вот такая редкая монета, 2014 года. Мне папа один раз дал одну монету, и я решила собирать их, потому что она мне очень понравилась. Ну, и у меня появилась коллекция. Вот эта монета, она одна из моих самых любимых. Она самая старая из всех моих. У меня есть украинские купоны, есть СССРские. Украинские купоны, вот, три украинских купона. И вот один. Помимо классических экскурсий, в музее Национального банка Абхазии проходят квесты. Их организует Илона Адлейба, автор проекта «Про Сухум». С мая прошлого года она проводит в Сухуме квест-экскурсии и для детей. Есть два маршрута на разный возраст и один для именинника. В один из маршрутов входит музей Национального банка. Амир Арденба попал сюда в первый раз в ходе квеста. Квесты – это когда ты проходишь, там рассказывают про Абхазию, про Сухум, про все рассказывают. И ты должен найти в конце бутылочку. У нас, например, и Лария нашла в классе. И нас привели сюда, сделали экскурсию, ну, все такое. Мне тут дали два псара. Я посоветовала пойти бы, потому что тут очень интересно. Тут тебе рассказывают про монету, вон лежат, ты можешь посмотреть спокойно. Ты можешь купить монеты, продать монету. Мой папа, когда я был совсем маленький, он мне постоянно говорит, коллекционируй монеты. Это очень прикольно. И вот он мне постоянно показывал много абсаров у него. Ну, например, не знаю, очень много, я все сейчас не перечислю тоже. Он собирал, он странно ездил, все монеты, которые там были, он собирал. Вот, например, он ездил в Армению, он драмы оттуда привез. То есть и бумажные, и монеты. У меня еще сестра много коллекционирует. У нее, у сестры, вот, отдельно, и у папы отдельно, и у меня отдельно. И у мамы отдельно даже. Мама тоже собирает. Стандартный детский билет в музей стоит 100 рублей. Отдельно оплачивается чеканка монет. Но для школьных групп и жителей районов возможны скидки. В случае, если есть такая необходимость, руководство музея всегда идет навстречу. Наш музей работает ежедневно, с понедельника по пятницу, с 11 до 6. Вот, но бывает, мы проводим экскурсии в выходные дни. Вот, нам заранее сообщают о том, что есть группа, вот, детей, которые хотят посетить наш музей. Мы выходные дни тоже открываем для детей музеи. Это история нашего народа, вот, это очень глубокая история, вот, которую должны знать, мне кажется, все дети, вот, и должен быть какой-то интерес у детей с детства к чему-то, да. Поэтому я думаю, что посещение музея, это должно быть нормой для жизни, не только для взрослых, но и для детей. То есть, с детства прививать любовь к искусству, к культуре, к истории нашего народа. Нумизматика действительно уникальная дверь в большой мир истории и удивительных открытий. Многие дети отмечали, что особо ценят монеты, которые выпускает Национальный банк в последние годы. Им нравится видеть родные города, известных людей, храмы Абхазии. Нравятся серии с животными и динозаврами. А еще детям очень нравится, что тираж ограниченный. И когда они вырастут и этих монет уже не будет в продаже, цену будут устанавливать они, коллекционеры.